Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай Павлов, я тренер и эксперт по продуктам Microsoft Office и по Excel в частности, автор проекта PlanetaXL.ru, надстройки Plex с кучей полезных макросов и нескольких книг и онлайн-курсов по этой теме. Прогнозирование будущего — дело, конечно, страшно неблагодарное, особенно в наше время, но всё же, как ни крути, необходимое. И для решения таких задач в Microsoft Excel есть весьма приличный инструментарий от простейших функций линейного тренда до навороченных статистических макросов и инструментов из надстройки пакетно-анализа, например. Однако одними из самых простых в реализации и при этом весьма эффективных и достаточно точных являются функции прогнозирования по методу экспоненциального сглаживания. Суть этого метода, если не вдаваться в математические подробности, которых там вагон, можно объяснить на самом деле относительно легко. Если бы мы, например, делали прогноз совсем уж примитивным способом по среднему арифметическому, то все исторические данные брались бы с одинаковым весом. В статистике этот метод средней температуры по больнице, кстати, имеет даже официальное название — наивный прогноз. При прогнозировании же по методу экспоненциального сглаживания принимается идея, что старые данные должны иметь вес меньше, чем новые. Изменение этого веса в зависимости от новизны или старости наших данных происходит по вот такой вот лавинообразной экспоненциальной кривой. Отсюда, собственно, и название методики. То есть, чем новее наши данные, тем больший вес в прогнозе они получают. Чем старше наши данные, тем меньшее влияние на прогнозы в итоге они оказывают. В Microsoft Excel для реализации такого подхода есть две основные функции, появившиеся начиная с 2016-й версии. Предсказ.ETS — она вычисляет будущие спрогнозированные значения на основе исторических данных, то есть, собственно, строит сам прогноз. И предсказ.ETS — довинтервал — вычисляет размах доверительного интервала, коридора погрешности, в пределах которого, с заданной вероятностью, наш прогноз должен сбыться. Особенно приятно, что вводить вручную все эти функции и их многочисленные аргументы совершенно не требуется. Microsoft Excel для этого есть гораздо более удобный инструмент, получивший название «лист прогноза». Давайте рассмотрим работу с ним на следующем примере. В качестве исходных исторических данных возьмем с сайта AutoVersity реальную статистику по продажам автомобилей в России за 2019-2020 годы. Помесячно — все марки суммарно. Теперь представим на минуту, что сейчас конец 2020 года, и мы хотим, используя эти данные, сделать помесячный прогноз продаж автомобилей на следующие полтора года. Для этого выделим все наши исходные данные, используя сочетание клавиш Ctrl-A, и на вкладке «Данные» воспользуемся кнопкой «Лист прогноза». В открывшемся окне сразу развернем нижний блок параметров и выполним следующие настройки. Во-первых, зададим дату, до которой мы хотим выполнить прогноз. Пусть это будет, например, май 2022 года. Во-вторых, давайте определим сезонность, с которой меняются наши исходные данные. Если этого не сделать, то в качестве прогноза у нас будет обычный линейный, смотрите, тренд, не отражающий узор сезонных колебаний, которые могут быть, как вы понимаете, весьма и весьма сильными. К сожалению, автоматическое определение сезонности, которое здесь имеется, ну, на моей, по крайней мере, памяти, ни разу в реальных задачах корректно не срабатывало. Поэтому давайте сделаем это все-таки вручную. В подавляющем большинстве бизнесов, в том числе и в авторителе, сезонность обычно годовая, поэтому имеет смысл ввести сюда 12 месяцев. Как видите, это тут же влияет на наш прогноз, делая его более точным с учетом сезонности. Третий параметр, который нужно настроить в этом окошке, это доверительный интервал, обозначенный на графике вот этими двумя тонкими оранжевыми линиями. Смысл его в том, что будущие фактические значения, которые, естественно, будут отличаться от прогнозируемых, с вероятностью 95% должны будут располагаться именно в этом коридоре. То есть, если мы потребуем, например, чтобы наш прогноз сбывался с вероятностью не 95, а 99 или даже 99 и 99 сотых процента, то размер интервала, естественно, неизбежно вырастет. Если же, наоборот, удовлетвориться вероятностью, например, 80%, то коридор доверительного интервала станет достаточно узким, так как прогноз с 80% вероятностью мы можем сделать более точно. На практике обычно ограничиваются значениями в 90 или 95%, ну, пусть будет 90, например. Ну и, наконец, правый нижний угол этого окна отвечает за задания диапазонов временной шкалы и значения. Они автоматически попадают сюда из выделенных ячеек и за то, как Excel должен реагировать на отсутствующие или повторяющиеся значения в исходных данных. Вообще, по-хорошему, если вы правильно подготовили данные, то ни пустых ячеек в исходных данных, ни дубликатов быть, конечно, не должно. Но если вдруг они у вас там по каким-то причинам оказались, то можно заполнить отсутствующие точки, то есть пустые ячейки в столбце B продажи при помощи нулей или интерполяции, то есть сглаживания, когда для пустых ячеек будет браться среднее арифметическое и их соседей, и для дубликатов можно выполнить либо усреднение, либо подсчет медианы, либо выполнение какой-то другой агрегирующей функции. Но, повторюсь, лучше подготовить исходные данные, чтобы, в принципе, таких ситуаций не возникало. Настройки в итоге на этом закончены, и осталось только нажать на кнопку «Создать», чтобы посмотреть, какой лист прогноза с этими настройками создаст для нас Microsoft Excel. Как видите, в нашу книгу добавляется новый лист, на котором создается вот такая вот полосатая динамическая умная таблица, и вдогон к ней диаграмма для иллюстрации этих данных. Диаграмма строится по данным из этой таблицы, и выглядит, смотрите, следующим образом. Вот синим наши исходные исторические, да, фактические данные, вот тут они заканчиваются, и дальше оранжевым цветом пошел прогноз. Толстые жирные линии будущие спрогнозированные значения, и вот этими тонкими оранжевыми коридор доверитного интервала. Но самое интересное происходит у нас не на графике, а в таблице. Давайте внимательно на нее посмотрим. Вначале, как видите, здесь идут данные по историческим продажам, а потом, в момент, когда заканчивается факт, а это у нас было декабрьское 2020 года, значение последнее в таблице, происходит переключение на три новых столбца с прогнозом. Чтобы синие и оранжевые графики стыковались друг с другом, в декабре 2020 года все значения, смотрите, принимаются равными последнему фактическому, а дальше начинают работать те самые функции экспоненциального сглаживания. Для расчета прогноза продаж, это жирная оранжевая линия, Excel автоматически вставляет функцию предсказ.итс, куда автоматом прописывает все требуемые ей аргументы. Первый, это дата, для которой мы делаем прогнозирование в данный момент. Второй и третий аргументы, это исходные исторические данные по продажам и даты для этих продаж. Четвертый аргумент, это сезонность. А последний, ничка, отвечает за заполнение пустых ячеек при помощи интерполяции. В двух же соседних столбцах, которые витиеватом называются, смотрите, привязка низкой и привязка высокой вероятности, а по сути представляет у себя просто верхнюю и нижнюю границы доверитного интервала, к этому исходному спрогнозированному значению из третьего столбца Excel прибавляет и вычитает, смотрите, значение функции предсказ.ets.dovinterval, который вычисляет размах того самого коридора доверительного интервала. У нее практически, смотрите, те же аргументы, что и у функции предсказ.ets. Добавляется только 0,9, это, если помните, вероятность 90% для построения доверительного интервала, который мы задавали в предыдущем окне. В принципе, на этом можно было бы и закруглиться, и так все оставить, однако в большинстве случаев пользователи просят добавить небольшое усовершенствование к этой диаграмме, а именно залить доверительный интервал внутри каким-то цветом. Чтобы это сделать, нам потребуется добавить еще один вычисляемый столбец в нашу табличку и чуть-чуть подпилить диаграмму. Давайте это сделаем, подвину диаграмму чуть в сторону, добавим еще одну колонку, назову ее, например, коридор, и посчитаем в ней размер нашего интервала, то есть размах между нижней и верхней ее границами. Для этого введем простую формулу, где вычтем из верхней нижнюю. Таблица у нас умная, динамическая, поэтому формула автоматом протянулась вниз до конца таблицы, и мы вот, видите, внизу получили размер этого самого коридора. Теперь добавим его в нашу диаграмму вместо привязки высокой вероятности. То есть вернусь в диаграмму, правой кнопкой мышки по ней команда выбрать данные, удалим ряд привязка высокой вероятности, который отвечает за верхнюю границу. Жмем ОК. А вместо этого добавим теперь к диаграмме данные из нашего нового столбца коридор. Самый простой способ это сделать, это выделить столбец, скопировать его, Ctrl-C, и выделив диаграмму, вставить прямо в диаграмму скопированные ячейки, Ctrl-V. Осталось настроить тип диаграммы для рядов в наших данных. Идем на вкладку Конструктор диаграмм и используем кнопку Изменить тип диаграммы. В открывшемся окошке переключаемся на комбинированную диаграмму. Сделаем окошко чуть пошире для удобства. И смотрите, для синего ряда продаж наших с вами исторических данных. Выберем тип диаграммы, ну, например, график, давайте даже с маркерами, чтобы лучше было видно. Для прогноза продаж, это жирная оранжевая линия, выберем тоже график, ну, например, без маркеров. Главное, не с накоплением, осторожно, не перепутайте, без накопления, просто график. А вот для привязки низкой вероятности и коридора выберем тип диаграммы с областями с накоплением. Тогда они начнут, как видите, наслаиваться друг на друга, и наш коридор доверитного интервала будет явно выделен цветовой заливкой. Жмем на ОК. И осталось убрать серую заливку. Выделяем нижний ряд с данными. И на вкладке формат контур фигуры нет контура, а заливка фигуры, конечно, нет заливки. Ну и вот этот ядреный желтый можно сделать тоже, наверное, не таким уж ядреным. Давайте выберем какой-нибудь желтый, но пусть он будет полупрозрачный. Вот, собственно, и все. Ну а чтобы проверить точность, с которой Excel умеет предсказывать будущее, можно наложить на нашу диаграмму данные фактических продаж по России в 2021 и 2022 году. Они у меня чисто случайно оказались здесь под рукой, на листе 21-22. Вот они с января по май 2022 года, так что я их просто выделю, скопирую Ctrl-C и добавлю на наш лист прогноза в конец нашей умной таблицы, начиная с 1 января. Если вернуться к диаграмме, то выглядит все это будет следующим образом. Смотрите, как минимум до марта месяца 2022 года прогноз, который выдал Microsoft Excel по методу экспоненциального сглаживания, как видите, очень близок к реальным историческим данным. И точность его весьма и весьма достойная. После марта ситуация, конечно, кардинально меняется, но черных лебедей никто не отменял, как вы понимаете. В любом случае, я надеюсь, вы найдете, где применить в своей работе этот несложный, но при этом мощный и красивый инструмент. Как обычно, в описании под этим видео вы найдете ссылку на текстовый вариант этого материала и файл-пример со всеми формулами, диаграммами и исходными данными, которые можно скачать и попробовать повторить все показанное самостоятельно для лучшего закрепления материала. А я на этом прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Берегите себя и прогнозируйте будущее правильно. Ведь когда знаешь, все просто. Субтитры сделал DimaTorzok